Здравствуйте, это программа «Городские встречи». Меня зовут Максим Васильев, и в гостях у нас сегодня историк, политолог, доцент кафедры всеобщей истории и международных отношений Рязанского госуниверситета имени Сергея Есенина Юрий Николаевич Мастяев. Здравствуйте. Здравствуйте. Политическая борьба вступила в фазу межсезонья, от выборов до выборов, и еще в сентябре Рязаня определилась с составом облдумы. На итоги что повлияло? Для вас они стали каким-то неожиданными? Ну, я бы не сказал, что какая-то неожиданность глубокая была. В принципе, конечно, до последнего момента был интерес, например, борьба КПРФ и ЛДПР, которая у нас в последний год так обострилась. Соответственно, был интерес, какие новые партии смогут преодолеть эти проценты барьеры и смогут ли эсеры его преодолеть и так далее. Но в целом результаты вполне, на мой взгляд, предсказуемые. Прямо таких глобальных кардинальных вещей, которые бы не можно было предвидеть, я бы одного не назвал. Но вот смотрим на список и сразу бросаются в глаза две партии за правду и новые люди. Можно ли сказать, что их результат вызвал оторопь у них самих? Ну, я так думаю, что оторопь не совсем, но вполне возможно, что они не ожидали, что получат места. Потому что, если посмотреть, то партии начали действовать только весной этого года. Соответственно, где-то примерно за три месяца до выборов. Хотя, в общем-то, обычно считается так, что для нормальной раскрутки нужен год. Соответственно, они вступили в борьбу достаточно поздно. И поэтому, естественно, я думаю, что у них было терзание. Но аппетит приходит во время еды. Когда пошли и видели, что позиции начинают усиливаться, я думаю, что были ожидания, может быть, даже и больше. И на два места и так далее. Причем, если посмотреть, то шансы были. Потому что есть 80 с лишним процентов, то есть до 10 совсем немного. А можно ли назвать эти партии партиями спойлерами? Ну, это вот спор вызывает. Потому что тот же самый Прилепин, он постоянно оправдывается, когда его начинают обвинять в том, что его партия во многом кремлевский проект и что идет финансирование из Кремля. Он очень часто на это так акцентирует внимание. Ну, поэтому, когда человек акцентирует на это внимание, в принципе, наверное, что-то есть. Есть усталость и от традиционных наших парламентских оппозиционных партий. Отсюда мы видим падение, например, достаточно серьезного рейтинга КПРФ. Если посмотреть по уровню доверия партиям, то он достаточно низкий на стране. То есть не доверяют ни правящие партии, условно говоря, хотя Единая Россия постоянно говорит, что мы не правящие, у нас правительство не формируется на партии на основе и так далее, так и оппозиционно-традиционным партиям. И, соответственно, вот это протестное настроение, оно во многом начало вливаться в поиск каких-то новых возможных вариантов. Но вот эта попытка распылить это протестное настроение, оно сработало? Это тоже, соответственно, играло и как снизу это протестное настроение, что новых каких-то лиц хотелось. Так, я думаю, и кремлевские политехнологи в этом плане тоже свою роль сыграли. Может быть, так, опять же, ненавязчиво, негласно, но ввели к этому. Потому что, опять же, берем состав Думы, да, соответственно, несколько новых партий появились, но, по-хорошему, они отняли голоса, в первую очередь, не у единой России. На мой взгляд, в той же самой КПРФ. То есть оппозиция друг у друга. Ну, в многом, да. А в чем проблема, на ваш взгляд, у оппозиции? Разве нельзя объединиться и единым фронтом выступить? И, наверное, это бы дало более приемлемый результат. На мой взгляд, конечно же, лучше было объединяться, так укрупнять силы. Но прям ничего возникает, что, как показывает наш опыт, это не происходит. Ну, некоторые возникали партии, возьмем, Единая Россия, она же возникла на базе объединений, там, Отечества и так далее. Соответственно, и Справедливая Россия тоже там на базе нескольких. Но если посмотрим дальше, то были уже там некоторые разговоры о том, что Справедливая Россия, когда создавалась, то, возможно, ее было объединение там с КПРФ, как некая пристенсива, потому что достаточно близкие там по программам. Но этого не произошло. 47,68 процента. Это много, мало или нормально для партии власти? Ну, я думаю, нормально. Потому что, если посмотреть рейтинг поддержки Единой России в целом, там, где-то последний, вот я смотрел, 34 процента. Но при этом рейтинг Путина, с которым сыр и цуню, там, 67 и тому подобное. Поэтому где-то вот это нормально. Но ведь начинали-то с 75. Ну, я вам говорил, что есть определенные тенденции к снижению рейтинга, потому что, ну, соответственно, куча проблем. Запрос на решение внутренних проблем, он актуален сейчас, да? Ну, конечно, актуален, потому что еще, говорю, социально-экономические ситуации с 13-го года ухудшаются. Это вызвано как и санкциями, так и уже тенденция наметилась еще и до серьезного дни рейтинга санкций. Тут еще и, соответственно, тормозится мировая экономика. Тут необходимость вливания огромных средств в борьбу с пандемией. Соответственно, опять же, уменьшение возможности заработать для части населения. Соответственно, естественно, ухудшение социальных международных вложений всегда влияет на рост оппозиционных настроений и на снижение доверия к власти. К сожалению, для нашей политической культуры характерны две черты. Это консерватизм, то есть ничего не менять. Это вот есть некий электорат, вот он голосует и будет голосовать. И есть, к сожалению, радикализм. Чего-то серединного у нас, как правило, не бывает. Поэтому, ну, к сожалению, у нас многие люди мыслят в категориях подростков, которые все видят в черно-белых тонах. Соответственно, если что-то не нравится, то это абсолютное благо. Если что-то не нравится, то это абсолютное зло. Так и здесь многие не могут понять, что у «Единой России» есть и успехи, есть и, конечно же, недостатки. Это вполне нормальная ситуация. Поэтому кто-то там видит только одни плюсы, кто-то видит одни минусы. А как изменился электорат? И изменился ли он вообще? На что люди сегодня больше реагируют? На красочную агитацию, на какой-то подкуп или на какие-то дела? Нет, но, опять же, электорат, планы своих потребностей, интересов, он мало изменился, потому что, как были некие, условно говоря, основные направления, которые электорат ждал, требовал и так далее. Это, например, ну, скажем так, запрос на справедливость. Он уже в последнее время доминирует. Соответственно, опять же, в условиях улучшения социально-экономической ситуации народ говорит так, да, нас призывает потерпеть, потому что санкции, коронавирус и так далее. И мы согласны терпеть. Но почему мы должны это не терпеть, так как в то время кто-то становится намного богаче или там чиновничество и так далее. Отсюда, помните, там всякие Песков в какими-то дорогих часах и так далее. То есть, вечно, на которые, может быть, в другое время особо внимания не обратили. А здесь, да. Соответственно, также тренд и на определенные обновления. Он тоже есть, потому что, опять же, общество развивается, нужна некая динамика. И, соответственно, есть такое затирание. Там остались от каких-то одних тех же лиц. Там потом хочет что-то еще. И тут появляются новые партии. Отсюда и улектораты тоже как бы нашло отражение. И, соответственно, на мой взгляд, вот этот тренд на обновлении почувствовали кремлевские политехнологии. Попытались взять это в свои руки. Отсюда, помните, уже с зимы началось обсуждение изменений в Конституции. Как там, типа, вот, что да, вы там предлагаете изменения. Но оппозиция каких-то конкретных четких вариантов, на мой взгляд, не предлагала. Предлагала. Скажите, на результаты выборов повлияло отсутствие, ну, скажем так, локомотивов? Потому что, ну, давайте возьмем непосредственно Рязань. Ни Жириновский, ни Миронов сюда не приезжали. Ну, условно, скажем, Захар Прилепин здесь был. Шерин. Он тоже все-таки депутат Государственной Думы. Но, я думаю, сыграло свою роль. Хотя, опять же, на мой взгляд, ну, Жириновский, да. Потому что это фигура, с которой связана вся деятельность ЛДПР. Поэтому, например, вот, студенты по разговариванию, они там говорят, мы голосуем за ЛДПР. Я спрашиваю, а кто из вас читал программы ЛДПР? Естественно, практически никто не читал, но все говорят о том, что голосует. Потому что вот есть Жириновский с ним, там, ну, разные варианты, там, типа, весело, там, прикольно, типа, еще там, ну, действительно, он опытный пиарщик, его команда очень пиарная и так далее. Поэтому, может быть, и здесь. А в целом, возьмем так, Захар Прилепин. Я думаю, он сыграл свою роль в том, что, если посмотреть, то только в нашем регионе за правду получил мандат. Во всех остальных регионах она, условно говоря, не получила желаемого результата, хотя усилия вкладывались. То есть, роль локомотива, она все-таки важна. Я думаю, что, ну, здесь сыграл свою роль, да, там, типа, как бы, свой земляк, типа того. Тем более, что он появлялся здесь и до выборов достаточно часто. Там у него были литературные встречи и в Скопине, и в Рязанской области. В целом, там, например, в библиотеке, я знаю, несколько встреч было и так далее. То есть, он, как бы, фигура такая медийная для Рязани. Соответственно, есть непределенный город, потому что, ну, сейчас таких широко известных лидеров общественных в Рязани, на мой взгляд, не особо много и так далее. Поэтому эту роль сыграл. Ну, опять, насколько это будет, например, трендом на выборы в Госдуму? Вот, кстати, о выборах в Госдуму. Какой-то прогноз можно сейчас дать, вот, на ваш взгляд, ситуация будет такой же или же все кардинальным образом меняется? Ну, прогноз дать всегда можно, насколько они продаются. Есть там выражение о том, что настоящий политик должен сказать, что должно произойти завтра, а когда это не произойдет, объяснить, почему это не случилось. Я, конечно, не политик, а политолог, как меня назвали. Ну, могу, конечно, дать прогноз, но мы опять не знаем всех подводных камней, и ситуация может меняться, и поэтому там могут измениться и так далее. Пока, если посмотреть, то вопрос возникает, насколько вот эти новые партии смогут действовать уже на уровне федерального. Потому что, опять же, если посмотреть, то там одна партия участвовала в 8 регионах, другая в 5 регионах, соответственно, это одно. Если, соответственно, посмотреть ресурсы, нужные для 85 регионов, то они нужны уже в совершенно другом количестве, в самом финансе. Соответственно, если посмотреть, то, на мой взгляд, вполне возможно, что вот эти новые партии смогут ввязаться в борьбу за депутатские мандаты, потому что они избавлены будут от сбора подписей, а это время, нервы и деньги. И, соответственно, посмотреть, то пока бюджеты некоторых из них, там, те же самые новые люди, они сопоставимы со многими бюджетами наших традиционных политически-оппозиционных партий. Проблема для них, я думаю, это кадровая. То, что мы видим, например, по Рязанской области. Соответственно, если посмотреть, ну, от той же партии Перлепинской за правду и от новых людей вошли люди, депутатские мандаты, которые возглавили региональное отделение, которое большинство рязанцев неизвестно. Например, я там был на встрече с Михеевым, где Парсентьев как раз появился. И вот там пришли люди, которые там, я так понимаю, символизируют, в первую очередь, этой партии. Ну, я пришел чисто так, как бы, экспертной оценке посмотреть, что и как. И вот сидит Михеев и его знает, да, потому что медийная фигура, тогда сидит рядом молодой человек. Кто такой? Вопросы зала. А это кто? Представили, показали и так далее. Соответственно, то, что он там в политике где-то около года только, что там познакомился, определительно сошелся, как там официальная версия, на базе того, что любит читать книжки и там на базе литературных интересов. Но до этого он занимался, я так понимаю, где-то в районе мелкого, среднего бизнеса. Там он называл фирмы, в которых сотрудничал. Но политического опыта нет, известности нет. Он третий был в списках. Соответственно, тут, я думаю, был упор как разделан на вот эти две медийные фигуры, Прилепин и Михеев для раскрутки партии в целом. Но опять, насколько это повысило интерес к собственно региональному отделению. То же самое возьмем новые люди. Тоже лидер, тот человек, который к Рязани отношения имеет очень малые. Он как тут приехал, в как он конкурсе поучаствовал, позорил. Ему в Рязани понравилось. Поэтому не человек, кто сказал, хочешь в Рязани, типа я хочу. Приехал, возглавил. Ну, тоже опять серьезные базы, электоральные. Нет, отсюда, если вы посмотрите, то большинство даже представителей того же самой партии «За правду», они пытались зарегистрироваться по мандатам. Но только один зарегистрировался, остальные даже не прошли процедуру сбора подписи. Потому что никто неизвестный. А вот тренд на варягов, он продолжится, как вы считаете? Ну, наверное, где и как. Опять же, будет зависеть от того, какая ситуация, насколько смогут найти местных лидеров и так далее. Наверное, в какой-то степени продолжится. Потому что, опять же, вот эти партии, они заходят. Соответственно, здесь у них пока устойчивых партийных структур нет. Соответственно, с чего начинать, многие, я думаю, не знают. Поэтому там могут присылать как раз людей, которые проверены. Предность тому же самому Нечаеву, если посмотреть. И он приезжает и здесь пытается что-то сделать. В целом, у оппозиции есть шанс на депутатские мандаты? Что им нужно? Может быть, объединиться? Ну, еще раз говорю, что объединиться, навряд ли они. Ну, да. Потому что амбиции, которые пошли, которые усилились. Потому что все-таки некоторый успех был. Я думаю, эйфория сейчас у и новых людей. И за правду она есть, например, на Рязанском уровне. Потому что, еще раз говорю, начали с нуля где-то месяца три назад. И смогли, на мой взгляд, достичь успеха в этом плане. Потому что редко такое бывает. Ну, насколько они смогут это закрепить? Для этого нужна работа. Соответственно, нужны финансы. Ну, например, там новые люди предприняли несколько шагов на таком федеральном уровне. Первое, то, что там опять, на мой взгляд, у них сначала было колебание. Того же самого Нечаева, деньги, вклад, не вклад. Потому что это серьезные расходы. Потому что даже вот по нашим выборам, да, там новые люди вложили достаточно большое количество. Правда, они не все использовать не смогли. Но салон там где-то, по-моему, 18 миллионов. Единой России 25. Ну, Единой России сколько мандатов и сколько здесь. Поэтому так это. И, соответственно, насколько я знаю, они пытались сотрудничать с Давыдов Индекс. Там были такие уже эйфорические замыслы. Ну, потом все заглохло, потому что Нечаев стал деньги придерживать. Но сейчас вроде бы как он опять пошел. И отсюда вот прям буквально вчера прошла массовая информация по разным источникам, по разным каналам. О том, что новые люди вроде как начали сотрудничать. Есть такая достаточно мощная компания Минченко Консалтинг. Как-то вот сейчас зашел на сайт заправ, да, там Парсинтьев. Ну, съездил, например, когда вот эти были взрывы в Скопинском районе. Привез там какую-то помощь. Потом вот опять помните, у нас тут недавно были запахи. Тоже, в общем-то, соответственно, они начали поднимать эту проблему, использовать ее и тому подобное. Ну, все экологическая повестка – это же конек, на котором можно выезжать. Можно, но про чем возникает, что ее начинают использовать все. То же самое за правду. Они тоже одним из своих направлений сделали за экологию. Но, в принципе, есть те партии, которые давно уже, условно, позиционируют себя. Те же самые зеленые, альянс и так далее, там подобные, которые это проблемы. Поэтому это как бы размывает их программу. И, соответственно, размывает и возможности четко определиться, кто за что и что и как. И, в том числе, для избирателей. Конечно, экология сейчас начинает выходить. Это тоже показатель того, что не все уж так в стране плохо. Если люди начинают думать, в первую очередь, не о том, как бы выжить, а там еда, продовольствие, от зарплаты до зарплаты, но начинают думать о том, в каком мире мы живем. Это показатель, на мой взгляд, позитивный. Наблюдать за выборами с каждым годом все интереснее. Спасибо вам за участие в нашей программе. Я напоминаю, у нас в студии был политолог Юрий Николаевич Мастяев. Оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова